Такое способна вынести не каждая женщина. После парашютной подготовки от маникюра ничего не осталось. Елена Серова даже на это не обращает внимание. Не смущает ее и вес снаряжения под 20 килограммов. Сегодня в отряде космонавтов 36 человек, 35 мужчин и одна женщина. Однако инструкторы не делают ей послаблений. Коррекцию на женский характер мы, конечно, делаем, это понятно. Не поблажки, а коррекция на женский характер. Заявление в звездный отряд Елена написала 6 лет назад. Стать космонавтом – давняя мечта. Поэтому закончила МАИ, потом работала инженером в РКК «Энергия». Опасалась медицинской комиссии, которая, как известно, к кандидатам не имеет снисхождения. Но врачи дали добро. Вся моя жизнь, она меня вела к этому решению. Это, во-первых, потому что всю свою сознательную жизнь, мне был интересен космос, все, что с космосом связано, мне было интересно. Я фактически буквально болела этим. Количество летавших в космос российских мужчин уже перевалило за сотню, а женщин на орбите было всего три. Все три полета – рекордные. Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Светлана Савицкая – первая женщина, которая вышла в открытый космос. Елена Кондакова. Вместе с Александром Викторенко и Валерием Поляковым проработала на станции «Мир» 170 суток. А Валера Поляков в том момент уже где-то, он полетел в январе, а мы прилетели в начале октября. То есть он уже был там полных девять месяцев. И он говорит, слушай, Лен, ты же теперь здесь у нас на станции, да, что теперь? Говорит, каждый день придется бриться. Теперь, значит, матом ругаться уже особо нельзя. Экипажи в длительных космических полетах должны быть смешанными, рекомендуют психологи. Однако почему так мало женщин в отечественной космонавтике? Причины называют разные. Кто-то говорит о мужском шовинизме, кто-то, что наши женщины сами не очень-то желают стать космонавтом. Если вы посмотрите на послужные списки астронавтов КНАСА, это прежде всего военнослужащие ВВС Соединенных Штатов. То есть в наших ВВС вы не найдете такого количества, а, по-моему, вообще не найдете пилотов истребительной авиации женщин. Полет четвертой женщины-космонавта запланирован на ближайшие годы. Возможно, космическая экспедиция Елены заставит наших женщин по-другому взглянуть на звездную профессию. Быть прекрасной, при этом сильной, можно не только на Земле, но и в космосе.